здравствуйте в эфире телекомпании город вы смотрите информационную программу 7 минут сегодня у нас в гостях заслуженный тренер россии по художественной гимнастике ольга пучкова лишние наверное слова произнес потому что все и так тебя знают и особенно целое поколение наверное уже юных вот этих вот девчушек которые взрастали чемпионами по гимнастике то что рязань и художественная гимнастика это мне кажется очень плотные такие вот понятия расскажи как у вас вот сейчас обстоят дела вот с вашим видом спорта давайте начнем с того что самое близкое ну я даже не знаю как сказать нашим видом спорта ну тренируем вот поколение звезд дети дети тренируются как бы стараются то что поколение которое звезды у нас было вот начиная там даст там нет у нас принципе всегда какие-то звездочки были всегда были какие-то вот результаты у нас я так думаю что и например чемпионка универсиады это извините тоже медаль понимаете если начиная вот как бы не считая того что вот моя мама статья сергеевна горшковой дам то поколение у них тоже были чемпионки мира и европы а если взять с ольгой алексеевна лисицыны мы уже вместе для 17 вместе работаем и вот за это поколение у нас были и первенство россии у нас есть медали да у нас есть оперенство европы медали у нас есть медали с универсиад у нас медали с гимназиады понимаете медали а там тихоокеанские игры у нас дашь королева туда ездил тоже не есть медаль в принципе в процессе эти 17 лет на всегда есть медали просто последние три года это 2009-2010 вот у нас просто получилось что подряд у нас пошли три чемпионки мира это вот этот как будто вершина вот эти 17 лет вместе до чемпионский взрыв да да а дальше понятно что идет дальше спад потому что старое поколение уходит мы начинаем с новых малышек им там всего по по 7 по 8 лет понимаете с ними еще нужно пройти лет десять чтобы понять что-то получится из них или нет вот поэтому работаем стараемся ну а сюда были таких крошечные девчушки и они все вот их еще и воспитывать то надо их не только тренировать они еще ведь еще но сейчас и другое поколение сами понимаете родители все и раньше у нас был просто такой спорт этот спартанский условий жизни был на телефонов ничего понимаете не интернета только была школа тренировки домашние уроки понимаете а сейчас как-то дети сложнее стали родители сложнее вот я о чем хотел сказать отличается ли вот те чемпионские поколения от этих сейчас который ну может быть еще предстоит вот эти вот все поколения может быть какой-то по-другому они смотрят на жизнь может по-другому работают вот понимаете то поколение она исполнительные было вот они принципе они они другого не знали они знали что первая тренировка у нас была в 6 45 каждый день потом они шли в школу потом из школы домой ой нет ну да если они успевали а если не успевали там из школы сразу на тренировку и уроки опять 6 45 понимаете не было принципе тогда у них не машин ни у кого ничего они на первом троллейбусе на это вот это как-то воспитание характера воспитание духа воспитание тела а сейчас у всех машины сейчас им надо выспаться как бы родители там говорят что они устают уроков много задает все такое а я говорю а вы попытайтесь в то поколение просто хотя бы пять лет подряд 6 45 придти ваши дети уже умерли наверное вы умерли вместе с ними поэтому нет мы сейчас и даем детям высыпаться потому что ну совсем другое поколение у нас немножко другие тренировки идут потому что родители тоже другие пошли поэтому нет я ничего не могу сказать что и к этим детям тоже есть подход тоже найти нужно и как с ними сыграть как-то вот и подбодрить и ну вот и в них такая как это работаем нет любят они гимнастику нужно самое главное что вот привить до любовь хорошо что они без этого не могут им скучно без этого 1 например там я все я там устала или что-то я бросаю гимнастику раз через неделю приходит не могу я без гимнастики можно не вернуться и конечно нужно нужен сейчас и вот этот единый госэкзамен как вот физическое развитие молодежи сейчас нуждается в этом спрашиваю всех спортсменов в первую очередь не педагогов потому что у них там все спортсмены конечно говорят да за понимаете спорт он дисциплинирует понимаете спорт он не расхолаживает как говорится вот спорт значит это мозги слабые учиться некогда нет наоборот ты сконцентрируешься так чтобы тебе за какой-то короткий момент нужно выучить вот эти уроки ты просто концентрируешь свой мозг такой прям быстро реагирование идет и я только за за спорт но я еще вот раскрою секрет нашим зрителям ты у нас на одном из этапов понесешь олимпийский факел который тоже к нам врезать вот прибудет уже скоро достаточно вот я думаю что мы сейчас с тобой поговорили вот эти вот несколько минут о спорте о том что он значит вот эти все как бы мысли образно говоря я так что они и будут вот в руках у тебя вместе с этим факелом то есть сам символ того вот он спорт вот она красота вот она изящество вот она сила и здоровье и много пересечений все в одном да 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 нет такая честь для меня на самом деле что-то я понесу порезание вот этот огонь вот такое трепетное состояние и знаете какая-то гордость за то дело которое мы делаем за наш вид спорта за наших девчонок за свою маму и она за меня гордится вот какой то вот такое гордость даже отлично то есть каждый шаг вот этот фундамент пружинистый во время бега за каждых за вас за всех своих девчонок да вот за всех своих воспитанниц за то что вот прошло за то что будет еще и забудем а что это не знаю может это знак какой-то знаете когда я была еще на чемпионате мира просто у меня не выступал там не дашь королева не я на лукоин а просто мы поехали болеть за сборную команду делегации туристов ну как спортсмены до тренера все собрались со всей россии поехали в грецию и вот мы поехали в этот на экскурсии в олимп и и вот аудесе зажигает олимпийского вы но он там веревочкой так этот пока показано там фотографии в основном показано вот я рвот перелезла села пожалуйста сделайте фотографии здесь зажигает олимпийский огонь вроде как бы я была с частичкой огня как бы здесь да была здесь воевота вот там сколько через там не знаю там вот шесть лет уже раз и вот эта частичка уже будет у меня в руках а может через 6 лет еще. У нас же все, как бы, с Ольгой Алексеевной медали все есть, всего мира. Нет только одной олимпийской. Ну, начнем с олимпийского огня, наверное, да? То есть, понесете сначала огонь-то будет, у вас, даст Бог, все будет на роль в руках, вот. Ну, а там, может быть, это символ того, что и олимпийская медаль, скоро к нам в Рязани тоже приедет ваша? Ну, не скоро, но будем стараться, а там уже, как говорится, звезды располагают там, как. Мы для этого все делаем, а вот если будет, если будет удача, она все равно будет. Теперь нужно чуть-чуть, чтобы повезло чуть-чуть, да, потому что сделано. Ну, в принципе, как бы всегда везло, я не думаю, что что-то должно отвернуться, мы честно делаем свое дело, любим. Спасибо вам большое, желаю вам удачи всем вашим вот маленьким вот этим вот девчушкам, и те, которые подрастают, и будущим звездочкам, и вам обязательно, вам вообще просто вот низкий потлон за то, что вы продолжаете дело, за школу нашу Рязанскую художественную гимнастику, которая, несмотря ни на что, высочайший уровень, высочайший уровень. Пусть все так будет, я думаю, вам помогут всегда и будут поддерживать те люди, от которых это зависит, просто обязаны. Мы не должны вот это вот ничего потерять. Спасибо им, кто поддерживает. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была заслуженная Ольга Пучкова, заслуженный тренер России по художественной гимнастике, человек, который в ближайшие дни буквально понесет олимпийский огонь по нашим улицам. Пусть это будет символом того, что спорт и физкультура у нас всегда будут, ну, вот в таком, в горячем состоянии. На олимпийском уровне. На олимпийском уровне, как раньше говорили. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели информационную программу телекомпании Гор 7 минут. До встречи.